Отец Григорий 10 лет в Кирове и 10 лет ходил из одной инстанции в другую, стараясь вернуть утраченное. Прошлогодний приказ президента дал надежду, что верующие католики все-таки получат более комфортные условия для проведения служб. Не настаиваем, чтобы ускорить этот процесс. Надо 5 или 6 лет. Будем ждать. Ждали почти 86 лет. За последние 10 лет в костеле было проведено всего 14 служб. Большая часть после назначения губернатором Никиты Белых. Обеими сторонами рассматривались предложения церкви сотрудничать с музыкантами по графику, но сделать это оказалось невозможно. Однако против концертов католическая церковь не возражает. Но против всех мероприятий, которые, кроме концертов, органной музыки, проводятся на сегодня в костюле, это все свадьбы, светские регистрации и другие там пляски, танцы, которые проводятся в костюле, это недопустимо. Тем временем свадьбы и корпоративы – это основной заработок для небольшого коллектива органного зала. Кроме того, сотрудничество невозможно еще по нескольким причинам. Помещения и для десятка творческих сотрудников мало. Сами концерты тоже проводить было бы неудобно. Опыт Москвы, когда выступления музыкантов проходят после службы поздно вечером, для Кирова нереален, говорит директор зала. У нас невозможно после такого концерта даже будет вернуться домой. Органист не успеет на фирменный поезд «Вятка». Ансария Семизорова после того, как узнала о президентском приказе, боялась. Коллектив за малочисленностью ликвидирует. Хотя, в общем, говорит, понимала, что не у себя дома, но сделать ничего не могла. Переезд и демонтаж органа, без которого этого учреждения вовсе не было бы, стоит слишком дорого. Сейчас уже решено. Разбирать орган будут. Власти материально обещали помочь. Главная задача самих артистов – перевести инструмент в целости. Все вот эти 1538, каждую трубочку нужно отдельно доставать, отдельно все это укладывать. Ну вот демонтаж – это, конечно, страшно об этом подумать, просто страшно. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. У нас выхода другого нет. Разбирать орган начнет сотрудник Кировского коллектива. Специальный мастер, который участвовал и в его сборке почти 20 лет назад. Инструмент, вокруг которого в последнее время столько разговоров, переедет в бывшее здание Дома офицеров. Здесь в ближайшее время должен появиться музыкальный театр. И если первоначально орган строился под помещение, то теперь все будет наоборот. Помещение театра будет построено так, чтобы орган звучал хорошо. Срок, который дали артистам для переезда – 6 лет. Ирина Сырцева, Александр Суслов, Бюро новостей Дайвича.